Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Из-за экономического кризиса закрываются рабочие места в Ване. Премьер-министр Армении и будущее экономическое развитие зависит от увеличения экспорта. Китай выразил протест Турции из-за заявлений о концлагерях Лео-Уйгуров. Тучи сгущаются. Глава МВФ предупредила об угрозах для мировой экономики. Израильские танки уничтожили сирийскую больницу. В Сирии 70 человек погибли и пострадали после удара коалиции во главе США. Австралийская неделя. Глэдис Бережи Клян потеряла 40 родственников во время геноцида против армян. За последний год в Ване было закрыто более тысячи рабочих мест из-за экономического кризиса. По данным торговой палаты, в 2018 году в Ване было закрыто 724 рабочих мест. В тех предприятиях, которые не входят в палату, число рабочих мест сократилось на тысячу. По словам предпринимателей, их долги неуклонно растут. Мы не можем брать кредиты у банков, они должны снизить процентные ставки, говорят предприниматели. Торговцы говорят, что многие из них недавно закрыли свои магазины из-за отсутствия торговли. Арендная плата слишком высока, а также существуют очень высокие налоги. Это очень трудные времена для нас, бизнес просто мертв. Мы должны закрыть наши магазины или еще глубже погрязнем в долгах, говорят они. Будущее экономическое развитие Армении зависит от увеличения экспорта. Об этом в своем выступлении, представляя программу деятельности правительства на 5 лет, заявил в Национальном собрании 12 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, у Армении здесь, по сути, есть неограниченные возможности, так как республика является членом Евразийского экономического союза. А ЕАЭС, в свою очередь, имеет соглашение о свободной торговле с рядом стран, таких как Иран и Вьетнам. География таких контрактов в ближайшее время будет расширена. Армения пользуется преимуществами системы GSP и GSP+, с рядом западных стран. Таким образом, неиспользованный потенциал Армении в вопросе экспорта огромен, пояснил премьер-министр. Он также добавил, что ключевой проблемой в области экспорта является приведением армянской продукции в соответствии с самыми высокими международными стандартами качества. Пашинян заверил, что правительство сделает все возможное, чтобы поддержать бизнес в этих вопросах и обеспечить для него реальную доступность рынков. Наша самая большая проблема в вопросе экспорта – это стать страной, экспортирующей готовую продукцию, а не полезной ископаемой. Увеличение доли экспорта высокотехнологичной продукции в этой структуре является нашей ключевой целью. Конкурента способности армянских товаров и услуг имеет решающее значение для решения данной проблемы, считает глава правительства. По словам Николы Пашиняна, это будет следующим важным направлением деятельности правительства, когда конкурентоспособность экономики должна существенно вырасти за счет неуклонного роста налоговосбалансированной системы производительности труда. Китай назвал отвратительными заявления официального представителя МИД Турции о якобы концентрационных лагерях для уйгуров и уже сделал представление турецкой стороне, сообщила в понедельник официальный представитель МИД КНР Хуа Чунин. Ранее представитель МИД Турции Хами Аксой в опубликованном заявлении призвал Китай уважать права этнических уйгуров и закрыть лагеря для их принудительного содержания. Аксой назвал позором для всего человечества тот факт, что в 21 веке вновь появились концентрационные лагеря. Мы обратили внимание на заявления официального представителя МИД Турции. Они крайне отвратительны. Мы уже сделали представление турецкой стороне, в связи с этим заявил на брифинге Хуа Чунин. В конце августа 2018 года эксперты Комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в опубликованном докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в перевоспитательных лагерях в Санцццян, уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в перевоспитательных лагерях в Санцццян, уйгурском автономном районе, ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Власти Китая заявляют, что в районе создана система учреждений профессионально-образовательного технического воспитания, в которых основной упор сделан на обучение общепотребительному языку, положениям, закона и профессиональным навыкам. Угроза торговой войны между развитыми странами увеличивает риски для мировой экономики, заявила глава Международного валютного фонда МВФ Кристиан Лагард. Тучи на горизонте, о которых мы предупреждали около шести месяцев назад, сгущаются день от дня, цитирует Лагард, Bloomberg. По словам Лагарда, самое большое и темное облако над мировой экономикой – это риск подрыва доверия, вызванный попытками поставить под сомнение методы ведения торговли, взаимодействия на мировой арене и работы международных организаций. Brexit, торговая война между Китаем и США – все эти проблемы подрывают доверие, добавила Лагард. Гостелевидение Сирии сообщило об уничтожении больницы в пограничной провинции Кунейтра, израильским танковым огнем и атаки на другие объекты. Целью атаки стала больница Кунейтра, которая уничтожена несколькими танковыми снарядами. Атаки подверглись также обсерватория в Джубата Аль-Хашап, передает телеканал Ихбария. По меньшей мере 70 мирных жителей погибли и пострадали в результате удара ВВС, возглавляемой США, международной коалицией по населенному пункту в провинции Дейр-Эзор. Об этом сообщило во вторник агентство САНА. Согласно данным его источников, удар пришелся по лагерю в селении Эль-Багуз. 11 февраля агентство информировало о гибели четырехмерных жителей при ударе коалиции, который пришелся по жилым домам в окрестностях Эль-Багуза. Австралийская неделя опубликовала статью о премьер-министре австралийского штата Новый Южный Уэльс Гледис Бережеклян. Об этом пишет Армянский национальный комитет Австралии в своем Facebook. Статья под названием «Что движет премьер-министром Нового Южного Уэльса Гледис Бережеклян» отмечается, что после геноцида против армян бабушки и дедушки Гледис Бережеклян осиротели. О стойкости их предков говорит история их семьи. По словам премьера, ее бабушки и дедушки осиротели после геноцида против армян в 1915 году. Пишет газета, отмечая, что 40 родственников Бережеклян погибли во время геноцида. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Леране. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром!